В начале 90-х Олег Тубаях окончил 50-ю школу. После поступил в университет, а затем ушел в армию. Заключил контракт и поехал в Чечню. Служил в 15-м мотострелковом полку Таманской дивизии. Погиб во время выполнения боевого задания в 2000 году. В память о старшем лейтенанте в учебном заведении установили парту героя. Первыми за нее сели родные – мама и племянники. Они, кстати, тоже учатся в этих стенах. Виктория Тубаях при жизни дядю не застала, но слышала о нем от отца, бабушки и дедушки. Я считаю его героем. Считаю, что его трагичная судьба была примером мужества для многих. И я считаю, что им надо гордиться. Он не был отличником, но не был отстающим. Знаю, что он не доставлял таких проблем, чтобы что-то было такое, бедокурство какое. Прочитать о подвиге выпускника может каждый. На парте – краткая биография Олега Тубаяха. Но вот учиться за ней будут лучшие. Он был такой же, как и все. Просто был правильно воспитан. Я надеюсь, что за право сесть за парту героя вы будете сражаться своими знаниями, своими желаниями, своими стремлениями. Посмертный Олег Тубаях был награжден Орденом Мужества Первой Степени. Но для учителей и родителей он остается любимым учеником и сыном, жизнерадостным, полным сил и самых смелых идей. Это ответ на вопрос, а кто способен совершить подвиг. Подвиг способен совершить каждый. Лишь бы вот внутри было правильное воспитание. Кстати, в 50-й школе уже есть одна парта героя. Ее установили в честь Юрия Гагарина. Именно его имя носит учебное заведение. А еще организован небольшой музей. Там есть фото и истории всех отличившихся выпускников, в том числе Олега Тубаяха. Надежда Польшикова, Геннадий Воробьев. События дня.